Так, мы решили вывести детей на батут и попрыгать. У нас же нет батута своего на даче. Вот, мы с Таникой пойдем за продуктами. Свои пакетики все отпускаем. Вот, что я говорила. Решили вывести детей и развеяться. Посмотрим, что это выйдет. Может, два раза было так. Приходишь и берешь только гречку. Всегда что-то набираю с какой-то ерундой. Пойдем, пойдем. Нам а здесь выходить. Пауза нужна? Нет. А, наверное, выход здесь. Пойдемте здесь, сюда. Что, подала пожарная тревога? Да. Расскажи еще раз, Коль. Сработала пожарная тревога. И мы идем, да. Короче, объявили возгорание. Сказали покинуть здание. Ну, как нормальные русские люди, мы с Таникой стояли дальше в Лобусе. Точнее, я продолжала стоять на кассе. Она пошла с детьми. Мы сказали, что все окей, ничего не горит. Идем дальше. Детям надо сюда прыгать. Теперь далеко не пойдем от детей. Тут будем. Вон, кофе взяли, сидим. Боимся. Боимся. Короче, у нас опять ураган. Когда так закрыть? Ура! Детей не надо быть совестью. Так. Покупки. Доставьтесь с озона. Вчера была в магазине. Решила скупить себе кричишный чай. Просто мы сейчас приехали из магазина. Он стоит без денег в магазине. Я пошла на озон. И купила себе вот эту вот большую за 449 рублей за 600 грамм. Против 100 грамм за 600 рублей в магазине. Нормально? Вот. Я прям фанатка стола кричишного чая. С Федей нам очень нравится. Так. И как закатила макадамии орехов. Они стоили что-то нехило в этом магазине. Поэтому я заказала тут же на озоне. И мне обещали дать под них специальную штуку, которую я не вижу. Подарок. Экопак. Такой, знаете, ключ их раскрывать. Показание орехов. Наврали, наверное. Нет, здесь ничего. Ну да. Врумишки. Ничего нету. А еще. А еще бенетон у нас работает. И я в нем купила себе изолина. Шортики и рубашечку. Все. Мои гештальты на эту тему. Зак, кто и ты. И все у них. Так. Мама, ты можно отправить? Мы сегодня в Москву. Давай. Что? Короче. Мы сегодня приехали в Москву. Потому что у Боря будет урок рисования с его учительницей лично. Мы год занимаемся онлайн. Сейчас будет он оффлайн. Мы сейчас с детьми зашли в книжный магазин. На улице 30 градусов. Ну, на улице еще ветерочек. А там духота. Не работает кондиционер. Вот все, не прям, не хотите здесь. Да, хотим. Чтобы это... А веранда, видишь, она такая... Так. Ничего. Мы приехали. Что, дети тут? На рынок. На Ленинском называется. Сейчас в Москве понастроили кучу разных рынков. На самом деле, это старое здание рынков. Их просто облагородили. Сделали. Я уже слышала, что это рассказывала. Сделали такое модное место с кучей всяких ресторанов и кафе. И также... Упси. Ну, и как рынок. Вот мы сейчас в такое место приехали. Пойдем. Борька будет здесь встречаться со своей учительницей, рисовать. А мы тоже похомячим. Обалдеть. Чего там, Борь? Краб огромный. А чего он не может вылезти? Потому что его здесь для еды держат. Кто-нибудь закажет краба, и его возьмут и съедят. А лимона для чего-то идти? Да. Говорит. Он Боря рисует. Тут и Глеб присоединился. Это уже дом. Вкусно, Борь? Духов? Что-то мы хотели... Глеб, мы хотели собрать клубнику. Мы хотели накрыть. На круг дождь пошел. Сейчас я чувствую клубника завершится. А гремела, нет? Встаем. Небо у нас вон какое. Грозовое. А у меня чай-то чешный. Так, что-то вы попами кверху ко мне встали. Так, кабачочки, кабачки, плантации. Я все с чаем. Блин, дождь идет, смотрите. Так, я сижу снова в Москве. Впервые это все это время встречаюсь с подругой. Поэтому были какие-то дела. Сейчас будут подруги. Еду. В центре. Югу. Югу. Так, мы с Танькой идем теперь по Москве и обсуждаем. О, да. Самый приятный. Самый ключевый момент это кто поехать, что взять. Куда идти, где поесть. Самый главный момент это хорошая обувь. Да, кстати. Слушай, а вот смотри, что-то красивое. Очень даже ничего, да? Нет. Обожаю. Так, ну что у вас тут? Я вот еду в пробке стоять, вот заколебалась, я уже в пробке стоять, надоела, но пробки это неотъемлемая часть пребывания в Москве, я всю Россию сказать не могу, мне кажется, везде лучше ситуация, чем здесь, но здесь это прямо вот часть экспириенсы, что вам рассказать интересно, классно я для вас место нашла пробку, и вам и меня видно, и мне вас видно, стоять, пап, дебиль, честно говоря, это для таких прям очень ровных дорог, если честно. Так, что вам хочется сказать? Короче, встречалась я сегодня с подружкой, провели прекрасный подъехал. Дождь начинается, вы меня там упали, и поэтому я решила вас держать. Короче, я встретилась сегодня с подружкой, встретилась прекрасно, сумительно, я вот так люблю, мы в следующий выходной едем в Питер, едем большую, ну как у нас 5 человек едет, в принципе такая нормальная компания собралась, вот, и сегодня просто решили, не знаю, встретиться с ней, почти со всеми уже увиделась, вот, последний. Вот, у нас начинается дождь. Блин, не погода, а просто чудо. Короче, да, прекрасно провели время, прогулялись по центру, выпили кофе, покушали. Я даже купила себе кое-что в императорском фарфоре, кто смотрит мне давно, может быть, помнит, что я зимой покупала себе такую чашку с блюдцем на московскую тематику, там, Москва золотоглавая, по-моему, называется, или какие-то купола, золотые купола, как-то так. Ну, короче, упал я такой узор, ну, нетипичный для меня, я не люблю вот такого плана картинки, но мне захотелось именно взять в Черногорию с собой какую-то такую вот московскую кружку. И сейчас, ну, она у меня осталась в Черногории, я решила купить себе сюда питерскую. Это как бы за одной коллекцией, ну, там, Санкт-Петербург и вот эта вот кружка. Наверное, было бы, сейчас я подумала, логичнее такую кружку привезти себе из Питера. Я знаю, я слышала, что петербуржцы не любят, когда Санкт-Петербург называют Питером. Вот, если вы оттуда скажете мне правду, или нет, была у меня подружка в Канаде из культурной столицы России, и она мне так сказала. Вот, не знаю, я всю жизнь говорю Питер, если честно, если сори, если это правда кого-то подливает, извиняюсь. Короче говоря, я подумала, что мог бы логичнее привезти себе такую кружку оттуда. Ну, я уже ее купила. Лучше красиво, я вам потом покажу. Вот, а так, короче, когда прекрасно я провела день, у нас сейчас полчетвертого дня, ну, 15-22, если быть точнее. Вот, и сейчас я уже почти подъезжаю к даче. Вот. Мы, кстати, решили, что мы хотели снять себе какое-то жилье на то время, пока мы здесь обитаем. Если честно, нам ничего не понравилось. Точнее, нам понравилась за все это время всего одна квартира, и там было написано строго без животных. Поэтому мы решили отложить поиски. На самом деле, я уже, может быть, говорила, у нас есть еще основной дом, в котором мы всегда живем все. Но у нас есть маленький домик, такой, мы его когда-то строили под сдачу, в итоге его там сдавали, может быть, только одно лет, и все. И оно, этот домик у нас так и стоит. Вот. Бесхозный, так сказать. Вот, наверное, уже лет 10 стоит, вообще ни о чем. И вот мы подумали пожить сейчас пока в нем. Но, как обычно, мне все надо переделать, мне все надо улучшить, улучшить, в общем, довести до ума. Даже если я там буду жить какое-то количество, короткое времени. Вот, я даже думаю поменять там кухню, если честно. Вот завтра поеду на замеры кухни. Модельюра Мерлен. Что-то такое вот бюджетное прям хочется. Вот. И... Сейчас. Короче, да. Поеду вот завтра с Танькой кухню смотреть. Что туда можно сделать, сколько это будет стоить. Может быть, оставлю как есть, а может быть и нет. Вот сейчас поеду, посмотрю, как это... Вы у меня падаете второй раз. Хорошо, что в руки. О чем я говорила. Короче, да, завтра с Танькой поедем с утра, примеримся, что там с кухнями, что там как. Вот она у меня выступает в качестве дизайнера. Вот. Посмотрим. Там маленький домик, на самом деле, реально маленький. Там две спальни небольшие и большая зона, ну, как небольшая, она все равно все маленькая. Кухня совмещенная с гостиной, с камином даже, что круто. Потому что осень все-таки это холодное время года в России. И один туалет с ванной совмещенной. И камень, правда, кладовая большая. И такое пространство мы, наверное, его сделаем под кабинет. Вот. Ну, короче, как-то так. Так, ничего большого, ничего такого особенного. Ну, в общем, посмотрим. Потому что подумали, что это будет такой самый, на самом деле, нормальный вариант, бюджетный. И, в общем, такой, как бы, ну, время на время какое-то ограничено. Очень хороший вариант. Вот. Но моя жизнь научила меня, что нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому я ничему не удивлюсь. Ничему вообще. Я просто, знаете, вообще я последний год, особенно полгода, я нахожусь в состоянии, наверное, с нового года. Такого пытаюсь выработать себе в состоянии наблюдателя. Если вы знаете и увлекаетесь какими-то, особенно, духовными практиками, вы знаете, что это самое сложное. Да? Быть в моменте и быть наблюдателем. Но иногда я очень сильно включаюсь в происходящее, но иногда я себя так одергиваю и говорю, подожди, подожди, посмотри, как это будет развиваться. Посмотри, как события начнут разворачиваться. Или, знаете, как сейчас еще говорят, как пространство начнет разворачивать все события вокруг тебя. И это просто, я сейчас просто в шоке. Я просто офигеваю от того, как исполняются желания, я вам про это уже говорила, да, даже какие-то маленькие, про то, как они моментально, то есть вселенные, просто подсылают тут же. Мы тут говорили, ну, например, это же очень банальный пример, банальнейший. Ну, вот все происходит вот так, тыщ-тыщ-тыщ, просто вообще-то не успеваешь подумать, оно у тебя уже сбывается. И это пугает. Это прям реально пугает. Короче, на днях говорили, сведя о том, что посмотрели вот как раз в этом домике, интересный очень, у нас там есть кресло старое. И я говорю, его надо отреставрировать, оно классное, его надо просто отреставрировать. Ну, мы понятия не имеем, где что брать, выезжаем в город за хлебом, ну, типа того. Едет перед нами машина, и написано, реставрация мебели. Как вам? С телефоном, со всей ерундой. Ну, не просто, это просто потрясающе. И я, в общем, и когда я все начинаю подмечать, я думаю, так, и тут я пытаюсь включать этого как раз наблюдателей и смотреть вообще, что, как вообще мир разворачивается, как идут события, и что, как происходит. Ну, потому что, потому что это очень интересно. Невероятно интересно. Вот как-то так. А-а-а! Крап! Ух! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, место тебе нравится этот фартук. Что-то есть голубая. Там, нам больше свет, ты нравится. Это мы блюромерли, примеряем. Ой, а вон они. А вон синий, какой красивый цвет. Так. Мы всего лишь год прожили без ремонта, поняли, что нам нужен следующий. Хотели поменять плитку, но как это часто бывает, будем менять всю кухню. Ну, сейчас вот выбираем все равно плитку на фартук. Обожаю это все. Хотя я уже устала. Всего моих нет? Че? А, вот эта плитка. Твою ж налево. У нас здесь на рынке продают вкусные блинчики. И сейчас мы с Танькой их захомячим. Домой повезет детей. Ну, надо хлеб не забыть взять. А, хлеб, да. Учение, свет, не учение, тьма. В общем, мы пытаемся что-то придумать. Три дня думаем, что делать с этими киви. Они меня адово бесят. В итоге решили ничего не трогать. Потому что, как обычно, одно тянет другое. В общем, это видно. Наш основной дом. Камин. Короче, не могу они меня бесить. Но решили ничего не делать. Ставить как есть. Жить-то все равно недолго. Ну, короче. Хотя, нет ничего более постоянного, чем временное. Федюшечка, ты что? Здесь... А, телек меряет. Понятно, ладно. Мы в спальниках будем спать. Вон там палатка у нас. В смысле, там? Мы будем в спальниках спать. Там палатка. Ёперный бабай. А вы что в трусах-то? У нас тоже очень жарко. Я не в трусах. Будем... Я вам сразу говорю, мы тут будем спать около недели и даже месяца. Может быть, год? Зимой будете здесь тоже спать. Окей. Глеб уже в трусах. Отлично. Ничего отличного. Глеб, я тебя просила в носках не ходить. Ну, вы там не уместитесь все, я вам так скажу. Уместимся. Я уже поместился. Поместился. Мы уже поместимся сюда. Нет, давай води сюда. А если к вам змеи заползут? Не, не могу. Все идеально продумано. Эть. Еще от комаров. Эть. Ёш ты, матреш. Одри, пойдешь с ними? Одри, дядь, с нами. Одри. Так вы вдвоем там будете или втроем? Втроем. Что-то Фили не наблюдаешь. Вам жарко там будет, мне кажется. Ну, что, будет нормально. Ты просто не хочешь, чтобы дети рядом были? Борька, пойдешь спать с ребятами здесь? Как ты нет? Нет, у нас места нет. Ну, в какой-то момент положится. Под утро. Надо шторм стекли. В какой-то. А есть у них какое-нибудь окошко? Вот это потому, что погиб. Э-э-э, не снимайте! Так, ну, я купил себе новую чашечку. Под мою ту серию Ма с Москвой. У меня теперь есть Петербург. Вот, она мне, если честно, нравится даже больше. Давайте так на нейтральную. Мне кажется, она интересней по рисунку. Ну, как-то так. Тоже контактный тут. Да, контактный зал. Короче, вообще мы ехали в гости, но потом решили купить торт. Из-за этого торта у нас теперь мы попали в Новорижский аутлет. Будем искать. Так. Мы приехали в гости. Мы из тех отстойных гостей, кто приезжает раньше. Но Ваньки еще нет. Так, что на торт будет? Да. Ой. По какой-то причине мы везли с собой эту фигню. Фит, мне объяснишь, зачем мы это везли с собой? Купаться пойдем. Хорошо. Торт я возьму сейчас. Подожди, тут вот еще. Сувенирчики. Первый раз зашла на сайт Велберрис. А тут все можно купить. Так. Ну что, вот и с собой. Так, нам было мало животных в этом доме. Я же не знала, что он будет кальниками таким маленьким. Но он все время будет таким маленьким. Так, кролик. А кто большой мам? Вот такой? У нас маленький кролик. Одри очень ревнует, конечно же. Ой, такой малыш прям вообще. Я сейчас хотела купить. Где Одри? Одрюнька, ты там? Мы тебя любим. Все так же. Короче, мы решили въехать в маленький дом. У нас там есть второй дом. Есть какая-то большая коробка ненужная. Не, я про него никогда не расскажу. Потому что у нас есть. Мы решили пока пожить в нем. Но. Но теперь я решила, как обычно, что мне нужно много чего для дома. Также нужна кое-какая мебель. Потому что кое-что я там решила заменить. Включай. Кровать, а кровати тут нет. Короче, выбираю все разделочную доску. Мне вот этот вариант понравился. У Коли. И вот этот. Из дуба. Что, вон там у нас, да, все время тень? Ё-моё! У нас... У нас апокалипсис! Слушай, Зон, да что за ртом надо делать? Женя там! Вау! Апокалипсис! В прошлый раз так же было. Все, все, ты поломай, нафиг. Не было такого. Вы были когда в офисе есть? А, давай все. Там идет дождь. Здесь мы пьем кафу. Ну, вообще, туда далеко. Втроем. Да что, ради бога, говори. Кролик вот купили, обмываем. В этом доме же не нальют бокал. Пока сама не попросишь. Это закончила? Вот это улица. Так. Мы с утречка уже по делам. В понедельник же, правильно? Вот, сейчас стоим на развязке на Мукаде. Я подумала, помнишь, мы были в Канаде, когда жили? Там были невероятные развязки. Вообще, вот то, как они вот это все, хайвей все это устраивали, это было шикарно. Ну, наверное, какая-то американская такая тема. Я просто этим восхищалась, потому что здесь такого не было. Так вот, сейчас тут поднастроили. Мне кажется, уже Канаду переплюнули. Правда, с пробками это не очень помогает все равно бороться. Все равно пробок много, потому что миллион, миллионы людей живет в Москве. В сторонах, конечно, раз в четыре меньше. Вот. И, а, там какая-то авария похудела. Там что-то менты стоят. Может быть, я просто еду. Вот. И все равно пробки остаются, они никуда не деваются. Вот я чувствую, что я тональник плохо наложила. У меня стал смываться загар. И то моего тональника стал отличаться от всего остального тела. Я тоже стала бесить. Короче, да. Вот. В общем, вот так вот. Мы сейчас с Федей едем, наконец, менять сетикло на машине. Вот. Мы выбрали этот день, потому что там совершенно неудобно туда ехать. Там нужно оставлять машину на полдня. В общем, мы собрались с мужеством и едем. Заодно дела по телу и в Москве. Вот. Так что, надеюсь, день пройдет сегодня интересный. Главное, плодотворный. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Такое классное место. Я поселилась бы рядом, чтобы сюда ходить. Интересно, здесь есть школа? Федя, там есть школа на районе. Ну как нет, здесь люди живут. Федя считает, что здесь нет школ. Есть, мне кажется, должны быть. Мне кажется, это должны быть лишь школы. Федя, район Замоскворечья, Старая Москва. Здесь какая-то новая постройка, так симпатичная. Хочу фоткать здесь. У нас есть пару часов до назначенного времени. И мы решили посетить ГЭС-2. Вот сейчас модное место. Все туда ходят и восхищаются. Пойдем тоже восхитимся. Что здесь было раньше? Задал вопрос Федя. Какой-то завод. Ручной как закрутить. ГЭС-Наверное был, да? ГЭС-Наверное, какой-то еще был пространство. Сделали арт пространство. Сейчас это модно. Пойдемте смотреть. Кака, за которую Таня сейчас меня возненавидит. Вот эта вот скульптура. Танька знает, кого и чего. Это... Что это? Бетон на Лиле. Я называю это какашкой. Танька на меня за это ругается. Говорит, что я лапать. Я с ней на ней соглашусь. Ну, что-то в этом есть. Наверное, да? Машка. Машка. Ты сразу видишь, ничего ты не понимаешь. Так, вход бесплатный. Но нужно зарегистрироваться онлайн, чтобы отслеживали поток. Сколько людей пришло? Сколько ушло? Гляньте, что ли. Ну, что, Танька может на себе что посмотреть? Танька у нас в курсе всех элитных мест на Москве. Вау. Красиво. Короче, здесь по QR-коду можно посмотреть расписание, прийти с детьми, пошить, полепить их глины, порисовать, что-то поделать. Там люди что-то делают. Круто. Короче, я вообще поняла, что я отстала от всяких этих новинок современностей. Сидя в деревне Черногое. Опа, лифт. Опа, лифт. А, да, сейчас поедем наверх. Там вон семинар идет. Ну-ка. Вау, нормально. Нормально, так нормально. Ой, боюсь высоты, вообще боюсь. Короче, классно такое пространство. Здесь можно время коротать где-то, что-то ждешь. Там вон шахматы. Тут кафешки всякие разные. Книжный магазин. Зона с настольными играми. Короче, я влюбилась. Звуки слышите? Вон там, да? Не знаю. Можно спросить. А, у кипятого, да? Да. М-м-м, пахнет цветами. В центре Москвы гуляем святи берез. Все в Москве жить можно. Ладно. Не обязательно жить загородной. Шмель говорит. Ну-у-у. Куликор. Пошли звуки. Мой храб, мой храб, мой храб здесь хорошо смотрел. Ну, я запишу как-нибудь. О, Господи. Мы присели отдохнуть. Еще до час до. Uppoint. Ну, как это назвать? Прошли здесь по книжному магазину. Очень интересные книжки. Я что делаю? Я фотографирую, а потом иду на Озон и заказываю там. Здесь цена, ну, в районе 100 рублей дороже. А хотя нет, одну, одна книжка здесь, по-моему, 1300, что ли. А я на Озоне за 700 рублей заказала. Ну, то есть вот так вот. Прямо тут же. Хоп-хоп-хоп все заказала. Вот. Поэтому детям-детям книжки. Интересно. Очень прикольное такое пространство. Нам нравится. У меня правда телефон садится. Надеюсь, не сядет. Я для вас еще что-нибудь интересное сегодня поснимаю. Хотя, в принципе, план у нас немного. Сделать дела и ехать за машиной. Машину отдали, стекло делать. Приехали сюда. Как-то так. Вот этот ГЭС. Вот это современное искусство. И Петр, которого не видно. А мы, собственно, туда собрались. Времечка еще есть. У меня всегда ключи. Я всегда забываю закрывать машину. Короче, мы приехали в магазин Хофф. Кое-что посмотреть. Посмотреть кровать и стулья. Вот. Я уже говорила, что в маленьком домике, как мы его называем, в своей семье, ничего нет. Все надо покупать данные. Ну, вот эти я смотрела. Сядь, посиди. Так, ну, нам нравится. Там очень маленькое пространство. Это что-нибудь стулья прям такие, да, а-ля удобность. Вот это удобно. У тебя хорошенький зеленый. У нас там черная кухня, но ты не хочешь черного. Ну-ка сюда. Сядь вот сюда посиди. Ой, тоже удобно. Слушай, а можно было доставить эти несчастные арбузы? У нас там на фартуке кухня. Зеленые киви. Не киви. Лайм. Нет, что там. Киви, которые меня очень бесит. Но чтобы их убрать, оказалось, что надо полкухни переделывать. И мы их оставили. Я вот думаю взять зеленые стулья для того, чтобы они сочетались с этим киви. О, мне сразу захотелось сделать детскую комнату. О, вот стильненько. Прям стильно, хорошо. Ладно, мы там вообще матрас выбираем. Ой, папа с детьми бесит. В общем, это вот наш основной дом. А вон там маленький дом. Он реально маленький. Там всего две спальни. Вот. И мы будем жить в нем временно. У нас начинается дождь. Приехала детям за формой. Сейчас будем форму выбирать. Давай, теперь рубашку померяй. Доставка моя первая с Wildberries. Что-то я тут поназаказывала. Сейчас даже не помню, чем. Сейчас разберем с вами. В золотом яблоке, где дети пока прыгали. Купила мицеллярную воду по скидке. Купила какой-то новый этот сухой шампунь. С собой в Питер возьму. Федя у меня пользуется вот таким вот шампунем. Очень нравится. Нет, это помню стекло. Или стекло. Не знаю. А я себе купила Шанель. Очень классная все-таки тональная крема. Не могу от них отказаться. Но тем не менее. Вот. Короче, взяла такой в оттенке. Так. Так. Если я здесь сижу. Платье. Всегда это мое домашнее платье. Это значит, что у нас с вами распаковочка. У меня очень странно. Глата. Ну давайте. Что я тут заказала? Заказывала я для проживания в том домике. Короче, это мой первый заказ на Вайлберрис. Пока я довольна тем, как это все организовано. Значит, купила такую штуку. Вообще, мне всегда казалось, что Вайлберрис это какая-то ерунда. В плане, что там один ширпотреб продают. Я думаю, что так оно и есть. Но возможно... Сейчас можно. Там есть жемчужинки. Посмотрим. Вот. Вообще, круто, что есть такая платформа, как Вайлберрис в России. Чего уж тут говорить. Я даже думала, с чем бы таким туда зайти самой. Так. Ну, в общем, я купила вот такой. Вот такой вот диспензер. Я думала, он будет более... Я думала, он будет более такой, как сказать, типа мраморный. Ну, короче. В общем, такой вот диспензер для кухни. Там очень убогая кухня, если честно. Совсем. Мы даже думали, я может рассказывала, мы даже думали ее переделать. Но там, знаете, как обычно, начинаешь ремонт. Одно тянется с другим, за третьим. И, в общем, проще ничего не менять. Вот. Ну, не знаю. Такая вот история. Короче. Ну, нажимается все легко. Посмотрим. В общем, это вот диспензер для кухни. Потому что, вы знаете, я вот эту фигню пластиковую терпеть не могу. Ну, да. Так, это должно быть сейчас сжечь. Дальше. Это я купила емкость для... Емкость для соли. Соль хочу держать на кухне. Вот в такой вот штуке. Мне кажется, круто. Нормально. 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 Так, нормально. Короче, прям вот на... На этом. На столешнице. Так. Тоже сюда. Дальше. Ух! Ух, что-то тяжелое. Так. Ну, это разделочные доски. Повторяюсь, там ничего нет. Все брала с нуля. Так. Wood people. Выглядит что-то прикольное. Ладно, давайте смотрим. Вообще, мне казалось, я брала потемнее. Значит, во-первых, там есть вот такая вот подставка под них. То есть, это тоже у меня будет храниться все на кухне. Ой, кстати, большая. Я думаю, она будет в два раза меньше. Значит, одна доска. Блин, это реально очень круто все сделано. Это массив без склейки. Без склейки массив. Господи, короче, выглядит вот так. Да, вот они. Но круто. Качество доски очень крутое. Надо купить специальные средства для обработки. Можно даже с собой в чернобу это брать. Короче. В общем, купила разделочную доску. Цена была какая-то очень-очень неплохая, хотел сказать. Прям достойная. Ну, в смысле, что хорошая цена была. Дешевая. Дальше везла два постельных белья детям. Здесь у меня, в смысле, у них есть по одному. Я решила, что одно белье было дешевое, полторы тысячи. И я подумала, что все-таки надо иметь второе, потому что, ну, так правильнее. Так, белье постельное. Значит, простымка. Простымка. Ну, так, качество нормальное. Я, честно, думаю, будет хуже качество. И это какая-то звездная какая-то тема. Короче, качество нормальное. За 1300, я считаю, вообще шикарное. Я думала, будет жуть. Да, то есть вот такая вот простымка. Мне кажется, очень неплохо. Поменяю все. Видите. А, господи. Сейчас смотрю, такая, думаю, что за жуткий рисунок. А рисунок, вот он. Это Глеба. Давайте смотреть. Это у другого, по-моему, продавца. Тоже в район 1400, так что спокойно. Скажите, дешевле, чем в Икею купить. У меня у них здесь у детей по Икеевской, по Икеевскому белью есть. И все. Ну, естественно, это мало. Одна штука, это мало. Как мне я решила заказать второе. Наволочка. Тоже какая-то, да, космическая тематика. Нормально. Нормально. Вот это вот лучше. Давайте я все ссылки оставлю под видео. Если они у меня остались, я все ссылки оставлю под видео. Смотрите. Вот это постельное белье лучше качественно, чем это. Но это тоже неплохое. Нормально. Посмотрим, какой он там будет после первой стирки. И что-то еще у меня есть. Я не помню. Что это было. Я помню, я зашла на этот сайт. И у меня просто мозг весь ушел куда-то, не знаю, гулять куда-то. Я подумала, а-а-а, все тут есть. Наверное, какой-то стиль. А-а-а. Здравствуй, дорогой покупатель. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла с любовью, бренд Wallis Home. Я купила. И мы еще с отцом не будем распаковывать. Вместе с наклейкой. Давайте я одну достану. Тут вот есть такие наклеечки. Вот такие баночки для специй. Тут, наверное, 12 штук. Мне 12, наверное, многовато. Ну, такой был набор, что ж теперь. Вот. Я это не буду распаковывать. Подожду, когда мы дома окончательно. Мы вчера сделали заказ в магазине Хофф. Ну, так себе, конечно, там мебель. Да, сейчас иду! Да! Так себе, если честно. Прям совсем. Печалька. Вот. Но мне не очень. Мне мало чего вообще понравилось. Ну, цены такие вроде ничего. Мы сделали заказ. Мы заказали себе кровать, матрас, рабочий стол Феде и детям. И стулья на кухню. Стулья очень красивая, кстати, сказали. Ну, и небюджетно вышли стулья, если честно. И нам еще нужен комод большой в спальню. Ну, там ничего нет. Там есть две малюсенькие гардеробные и все. Вот. Поэтому, когда дом мы приведем в порядок, я это все там буду. Конечно, у нас с вами будет классный контент, мне кажется, осенью по обустройству дома. Я по-любому буду обустраивать. Это, в конце концов, дом наш. Может быть, мы его в итоге будем сдавать. Вот. Поэтому. Чего бы его не обустроить? Он стоял вот какой-то полупустой. Да. Поэтому вот так вот я решила всем этим заняться. Конечно, конечно, положа руку на сердце, там нужно переделывать кухню. Там ужасная, некрасивая какая-то кухня. Мне не нравится вообще. Но я подумала, фух, несколько месяцев я смогу пожить в такой кухне. Хотя, опять же, говорю вам, мой жизненный опыт показал, что ничего нет временного. Все есть одновременно и временно, и постоянно. Поэтому фиг знает, сколько мы там проживем. Но, в общем, пока я могу это терпеть, буду жить с этой кухней. Вот. Потому что делать ремонт, там нужно будет полностью менять стены. Переделывать. Полностью переделывать там вытяжку. Ну, короче, там просто с косяками много чего сделано изначально. И чтобы это сделать просто, даже мы думали поменять фартук. Потому что у меня больше всего бесит фартук. Какие-то эти огурцы или что-то. Киви, это ужасно. Вот. Никто не помнит, к чему идею это сделать. Но, тем не менее. Вот. А мне, да, вот нужно, чтобы вокруг меня все было идеально. Ну, тем не менее, хотя бы хорошо. Хотя бы хорошо. Вот. Это не хорошо. Тикиви, это ужасно. Но я подумала, что смогу с ней пережить. В конце концов, мы сделаем ремонт. Не будем сейчас делать ремонт. Господи, на несколько месяцев можно, наверное, так потерпеть. Хотя с трудом. Так вот, да. И там мы думали поменять просто фартук. Оказалось, что будем менять фартук. Там уже сделали пол. Потому что там прорвало трубу зимой. Все затопило. И мы туда повесили. Сделала, ну, не мы, мама делала. Теплый пол. И, ну, короче, пол испортится, естественно. Когда тебе будут тут отшкрябывать, отдирать эту плитку. Ее там очень много. Попортится пол. Попортится пол. Попортятся стены. Как будет переделать. Этот гипсокартон заново зашивать. Потому что там очень тонкий слой гипсокартон. Короче. Проще оставить все как есть. Либо делать уже полноценный ремонт. Полноценный ремонт, естественно, сейчас делать не спрятаться. Поэтому такая вот история. Такие у меня были покупки. Это первая часть моих покупок. Потому что я еще больше не делала. Но планирую много чего еще заказывать. Поэтому такого контента будет у нас много с вами. Вешалки. Наверное, в деревянный дом. Лучше деревянные вешалки. Кстати, цена завешена сейчас. Но я тут увидела такие прорезиненные. В два раза дороже почти. Очень приятные. Они такие прям нескользящие. Ну и белые классики с замором. Мне кажется, такие надо в деревянный дом. Наши что-то в большой дом выбирают. Упаковка и переезд. Прикольно. Этого очень не хватало в Черногории. Сегодня у нас заканчиваются наши покупки для дома. Ждем маму и едем в Излеруа Мерлен домой. Будем готовить обед. Уже, наверное, плавно переходящий ужин. И на этом все пока. Вот. Завтра мы думали с Танькой куда поехать? В музей игровых автоматов с детьми. Вот. Посмотрим. Чуть за место. Нам его очень многие хвалили. Советовали посетить. Посмотрим. Как там пойдет. Так. Вон где мама? Сейчас пробки уже начнут. Так. У меня мусы едят. Мы попили чай из самовару. Из самовару. Есть такой вот чашечки Танин. Помнишь, мы из этих чашек в Финолинском пили? Еще в детстве. В далеком. Где ты нашла? Мам привязает какой-то тонкий фарфор. Красиво. Она сказала, что только одна такая осталась. Сейчас привезла, когда ездила? Да нет, сто лет назад еще. Уже зимой. Еще зимой, по-моему, они уже были. Но они в сто раз лучше. Сейчас пойдем гулять. Эх. А хочется спать весь день. Никто меня не понимает. Хотя нет, Танька подрыхла тут, нормально притопила. А я, как пчелка, не прилегла. Ой, мухи, мухи, мухи. Где мама? Так. Ну, здравствуйте, товарищи. У нас раннее утро. Ну, не раннее, 9 утра. А, сегодня у нас день мы посвящаем детям и Москве. Черт, я не взяла помаду. Ну, ладно. Детям и Москве. Хотела красным губом окрасти. И едем мы сегодня с Таней с детьми в музей советских автоматов. Что-то как так называется? Игровых автоматов. Меня спрашивают, кстати, много раз, что это за блеск. Это блеск Лореаль. Лореаль. Сейчас я намажу, а губы. Лореаль. Париж. Кстати, не вижу этой фирмы в Москве. Наверное, съехала. Айсор. Называется. 402-й номер. Просто, просто блеск. Ничего особенного. Я хотела яркий губ, но не вышло. Да бог с ними, ладно. Да. Короче, едем в музей игровых автоматов. Есть у них такая вся в Бордовом. Думаю, детям должно понравиться. Вон дети идут. Вот. Завтра я в 5 утра еду в аэропорт в Нурково встретить девочку. Она передаст кое-что для меня из Черногории. А послезавтра, в пятницу, я тоже встаю рано, потому что мы едем с девочками в Питер. Уже с моими подружками. Здесь мы едем в Питер. И, собственно, да. Вот посмотрим, что я буду снимать в эти дни. А про Питер у меня будет, наверное, отдельный блог. Точнее, я посмотрю, я понятия не имею, что я там буду снимать. Буду ли я что-то снимать. Может, я вообще буду просто вот вся в нашей поездке. Мне будет не до вас. Логика. 12. Пробок-то нет. 12. 12. Привет. Блин, ты думаешь, что это... Лифт в метро. Я в шоке, Таня. Лифт в метро. Ты видишь? Вот это круто. Ладно. У тебя кафе средней руки. Сейчас мы определим, что такое для нас кафе средней руки. Так, анархия. Постоянная анархия, когда мы с детьми. Сейчас был очень приятный момент. Вообще, ко мне в Москве подходят к тебе именно в метро. Пару раз я спускалась в метро не накрашенной. И с тех пор я решила, что всегда буду только препаратить. Потому что мало ли что. Но тут была такая милость. Только подошел мужчина. Муж моей подписчицы. А, где-то, где-то. Мы сейчас ехали в метро. И эта ситуация большинство произошли на моих детей. Вообще на всем детей. Они были в восторге. Вот. Так что... Утро у нас началось прекрасно. Сейчас подумала, что если бы я хотела учиться сейчас, я бы пошла пояснить, что это видеть. Тема мне очень интересна. С грушевым сиропом, в странах Невсиновых. Да. Билет купили онлайн. Ну как? Это вода немножко тракует. Просто вода. Так. Такой у нас и дома есть. Если это вдвоем надо играть. О, Борька, ты крутой. Я в школе спрятала. Так, мы с Танейкой сдаем на права. Я уже не сдала. Точнее, мы не сразу поняли, что как это называется. Сейчас посмотрим. Мы с Борькой рубились сейчас вот в эту игру. Я так понравилась. Вот это прямо еще супер. Бесплатно, кстати, играли. Давай посмотрим, что за книги. О, там Довлатов у нас есть дома. Иногда в такие моменты я думала, что выбрасывается всякое барахло. Но верно, тоже неверно. Вот, пока все собирал, потом сделано усилие. Теперь за это тебе ими. Большая советская энциклопедия. У нас тоже такая была уверена, что мы его накинули. Вот это ерундень. Я в нее два раза играю. Это очень сложно играть. Пенальти запивать. Не только во Фортнайт же играть.